Итак, третий день. В Казахстане продолжаются митинги. И к сегодняшнему вечеру они распространились, во всяком случае, как сообщает информационное агентство, почти на всю страну, хотя начинались лишь на западе Казахстана. Поводом стал резкий рост цен на газ. Его стоимость выросла в стране в два раза с начала года. Из-за этого стали протестовать как жители крупных городов, так и сел. Они выходят на главные площади, перекрывают дороги, где-то даже не расходятся на ночь. Где-то пытаются штурмовать местные администрации. Жители жалуются на перебой с электричеством и связью. Это видео снято 4 января. Третий день протестов в Казахстане. В некоторых городах полиция стала разгонять протестующих. Митинги начались в небольшом городе Жонаазен на западе Казахстана. 2 января резко выросли цены на сжиженный газ – 60 до 120 тенге. Из-за этого для многих жителей топлива стало недоступным. Министерство энергетики объяснило – цена на газ была ниже себестоимости, что делало отрасль убыточной для производителей. Нефтяные компании и в России, и в Казахстане, они в общем-то достаточно в большой степени являются, что называется, компаниями, которые субсидируют экономику. Они пытаются, да, заработать дополнительные деньги за счет того, что просто приравнивают цены на внутреннем рынке к ценам мирового. С учетом, опять же, слабого курса и на национальной валюты в странах СНГ, понятно, что это приводит к тому, что в тенге ценник становится сказочно дорогим. И это, почему это вызывает такое отторжение населения? Прежде всего, потому что это, как бы, слом концепции дешевого топлива. Потому что газ всегда подавался, так или иначе, как альтернатива дорогому бензину и дизелю. После же на Азена митинги перекинулись и на другие города, в том числе крупные. Уральск, Атырау, Алматы и в бывшую Астану Нур-Султан. Журналисты сообщают, почти везде выходят тысячи человек. Например, «Тавилыч Казахстан» пишет, в Актау собралось от двух до трех тысяч протестующих. Есть и задержания по подсчетам местного издания «Орда». Только к вечеру, 3 января, в разных регионах Казахстана были задержаны почти 70 человек, которые вышли или планировали выйти на акции протеста. Вот вы пришли из аулов, разных аулов. Объединяйтесь сейчас. Объединяйтесь. Ватсапы, телеграммы устанавливайте. Не бойтесь. Это не только моя земля, это и ваша земля. Полицейские, полковник, ваши дети, ваши муки здесь будут жить. Позорники. К митингам присоединились и работники нефтегазового месторождения «Тенгиз». Им управляет компания «Тенгиз-Шевройл». Там заверили, что работа идет в штатном режиме. В знак солидарности с протестующими ранее отказались работать сотрудники двух других нефтяных месторождений Казахстана. «Тенгиз! Митинг! Митинг!» Протестующие почти сразу стали выдвигать не только требования снизить цены на газ. Многие еще недовольны правительством Такаева, ценами на продукты и влиянием на властей Казахстана семьи Назарбаевых, бывшего президента страны. Власти уже заблокировали сайты двух изданий – «Кастак» и «Орда». Их обвинили в распространении ложной информации. Они активно освещали протесты. Социально-экономические требования уже давно переросли в митингующие. Сейчас требуют выборности Акимов, требуют отставок президента, всех чиновников, начиная от Токаева, заканчивая Акимами. Требуют, чтобы прекратили принудительную вакцинацию. Требуют, чтобы снизились цены не только на газ, но и на продукты. В Казахстане дорожает все – и продукты, питание, и тарифы, и коммуналка. Растет все, кроме зарплаты. Казахи – это один из самых терпеливых народов в мире, которые терпели 30 лет. И вот сегодня я, можно сказать, уверен, что исторический день, что выходит везде. Президент страны Такаев 3 января создал правительственную комиссию по урегулированию ситуации. А сегодня распорядился снизить цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр. И обратился к митингующим. Пока только в Твиттере. Комиссия имеет поручение найти взаимоприемлемое решение по возникшей проблеме в интересах стабильности в нашей стране. Правоохранительным органам поручено обеспечить недопущение нарушения общественного порядка. Демонстранты должны проявить ответственность и готовность к диалогу. Граждане имеют право публично высказывать требования к местным и центральным властям, но делать это следует в соответствии с законодательством, в частности, с законом о мирных собраниях. Протестующим в Актау вышел вице-премьер правительства Казахстана Яралы Тукжанов, также министр энергетики Макзум Мерзагалиев. Они заверили, что цены на газ будут снижены, а демонстрантов не будут привлекать к ответственности. Завтра, 5 января, президент Казахстана приведет совещание, на котором пообещал рассмотреть и требования социально-экономического характера. Но протестующие не расходятся. В Ламате они перекрыли движение по одному из главных проспектов. В столице журналисты жалуются на жесткие задержания, а в Актау демонстранты пытались проникнуть в Экимат, правительство области. И вот в эти минуты приходят сообщения из Казахстана о том, что там серьезные ограничения с доступом к интернету и к ключевым мессенджерам, в частности, издания «Власть». Сообщают, что в Казахстане заблокированы ключевые мессенджеры. Телеграм, ватсап и сигнал. Также сообщения в Твиттере «Билайн Казахстан». Здравствуйте! В настоящее время у нас наблюдаются ограничения с предоставлением услуги мобильного интернета по независимым от компании причинам. Ну и также были сообщения о том, что интернета практически нет. В Алматы мобильного не работает мобильный интернет. Также ограничена работа мессенджеров, ватсап и телеграм в Алматы. Давайте узнаем, что в Алматы сейчас происходит. У нас есть видео оттуда небольшое. Это видео из телеграм-канала нашего собеседника, из выпуска новостей в 15 часов. Давайте посмотрим это видео. Вид на Алматы сверху. Вот вы видите количество протестующих. Там это видео из телеграм-канала журналиста Мохаммеда Абжана, которого вы сейчас видели только что в материале «Дождя». К нам из Алматы присоединяется Касым Аманжол, исполняющий обязанности руководителя Алматинского бюро радио «Затык». Мы должны сказать, что радио «Затык» — это казахская редакция радио «Свободная Европа», радио «Свобода». А в России радио «Свобода» внесена менюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Касым, я приветствую вас. У нас есть возможность с вами разговаривать только по телефону. Интернет, насколько я понимаю, в городе полностью не работает. Добрый день. Да, да. Вас прекрасно слышно. Правильно ли я понимаю, что интернета в Алматы, да и не только в Алматы, нет? Протесты идут во всех крупных городах Казахстана. Основные большие города Алматы, Астана, Атрау, Караганда и в западном регионе очень много людей в лучшие площади. Протестуют. Уже сейчас идут разные лозунги. Не только уже газовые требования, чтобы снизить цены, а уже политические требования уже есть. А политические требования какого характера? Ну, в основном, это, чтобы в распуск правительства, чтобы отправиться в правительство требует людей. И потом требует, чтобы шалкет, по-казахски, просто оно звучит как, чтобы пошли все власти, которые надорваются, стукают. И очень радикальные такие лозунги звучат. Скажите, а у этого протеста, у него есть какой-то центр, который его организует? Это какие-то оппозиционные политики? Это какие-то общественные объединения? Или это началось снизу? Мне очень, вас слышно очень плохо, Тихон. Есть ли у этого протеста какие-то организаторы, какие-то лидеры? А уже это появляется. Центр, центр в основном сейчас западный регион. Это город Ахтау, город Жану-Зен. Это нефтяные города. Там производится очень много нефти в Казахстане. Больше половины, можно сказать. И вот Ахтау, там конкретных таких организаций, не могу сейчас назвать. Это вышли простой народ. Но сейчас уже люди, вот бывшие православные лидеры, например, Аймин Ильичин, который был раньше обсужден за протесты, он требовал повышения зарплаты для лифтяников. Его осудили вот до этого, вот пять лет назад. Вот Аймин Ильичин сейчас оказывает в Ахтау народ. Там уже десятки тысяч людей сидит. Вот еще. Скажите, Касым, как бы вы оценили реакцию властей? Насколько я понимаю, нет интернета, во всяком случае, в Алматы. И поэтому мы с вами говорим по телефону. В чем еще заключается реакция власти? Интернет. С интернетом сейчас очень странная ситуация. Вот в основном, в очень больших городах, например, в Астане сейчас, в Алматы сейчас уже встали, даже Wi-Fi интернет не работает. А мобильный интернет тоже не работает. Социальные сети отключили как-то. Вот кроме скайпа сейчас ни один социальный сеть нормальный не работает. Ну, почти нет, без переводей. А вот именно в Астане, происходящие, они требовали первые требования, они, как я слышал сейчас, они требовали, чтобы подключили интернет. Власти сразу не задействуют, они подключили, говорят. Только потом они сели другие требования, поставили. Потом уже власти снизили цену на шишинный газ до 50 кг. Но все равно они не отходят от требований, которые уже звучат как политическое. Последний вопрос. Есть сообщения о некоторых задержаниях, и мы видели видео столкновений. Но в целом, если говорить о происходящем в стране, насколько власти сейчас выбирают силовой вариант развития событий, или же они наблюдают за происходящим? Я спрашиваю вообще про силовую реакцию властей. Силовые реакции пока сейчас не ясно, но уже сейчас пришли какие-то очень такие видео, которые стягивают военные силы, военные машины. Там задерживают, ограждают путь военных машин. Местные жители в Ахталу, это в западном регионах происходит. Но сейчас, например, Алма-Ата, это самый большой город в Казахстане, но там уже несколько тысяч человек движется в центр города. Это очень большая масса, там идет дальше, что будет происходить, я же не знаю. Вот через несколько часов, мы уже сейчас подозреваем, что может быть какие-то силовые методы. Я благодарю вас, Хасим Аманжолу, исполняющий обязанности руководителя Алматинского бюро радио «Затык». Это казахская редакция радио «Свобода». А радио «Свобода», напомню, в России, Министерство инвестиции внесена в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента. Вот потому, что говорил сейчас Хасим Аманжолу сообщение, что в Алматы протестующие идут в сторону центра города по проспекту Абая. Это сообщает издание «Виллэдж Казахстан». И еще одно сообщение. Обстановка в столице Казахстана в настоящий момент спокойная, сообщает информационное агентство ТАСС. В районе, где расположена резиденция президента, основные министерства, скоплений горожан не наблюдается. Всем привет! Это Тихон Зитко, главный редактор «Дождя». Спасибо, что смотрите нас на Ютубе. Но «Дождь» — это намного больше, чем наш Ютуб-канал. У нас есть огромное количество контента под подпиской на нашем сайте. Открывайте для всех новости. Мы можем благодаря тому, что вы, наши зрители, оформляете подписку. Это дает нам возможность в прямом эфире, абсолютно бесплатно и для всех, транслировать новости и рассказывать о главных событиях в России и за ее пределами. Так дайте нам эту возможность. Подпишитесь на «Дождь» — tvrain.ru. И мы в таком случае сможем и дальше рассказывать о происходящем во всем мире.